всем привет ребят всем доброе утро у нас завтрак да и в общем доедаем сегодня вообще все что у нас осталось больше ничего да нет ну в принципе молодцы что практически ничего домой не привезем ложечку еще за счет джимом скажу в общем всем приятного аппетита и сегодня с нами надя завтракает впервые последний можно сказать день на остатки пришла да мы приехали в магазин сегодня будем готовить паэлью на костре и я наверное буду все это дело снимать у нас такие супер перчатки просто пакеты мы сейчас покупаем все нужное в общем самое главное это черешня макароны горошек рис рис лимонные здесь перчики яйца шафран на красный перец сладкий бульон водичку и сейчас нам нужно еще выбрать морепродукты но здесь они замороженные нет есть свежие какие-то все заморожено пойдемте вон туда мне кажется вон там вот свежие есть нет у нас еще есть кефир который он тот не скушал надя на веганском отделе зависла возьмем замороженные и по отдельности можно кальмар но не замороженные есть не заморожен а где они а сейчас посмотрим здесь тут только вот это но это нам все не подходит может в следующем ряду блин я чуть так есть захотела не опять и снова курица не знаю не нету так мы уже планируем разжигать мангал чтобы готовить паэлью съездили скате искали нормальную паэльницу для того чтобы приготовить потому что нам дали вот такую и но это очень маленькая мы купили очень много ингредиентов и здесь на пять человек бы не хватило бы и пришлось ехать искать большую ну нашли вот эту классную мы всем теперь можно будет готовить паэльницу уже поставили на угли ингредиенты что нам понадобится нам понадобится горошек будем делать овощную такую штуку сафрита называется по-испански очень будет болгарский перец сладкий зеленый итальянский и чеснок затем понадобится естественно оливковое масло томатный соус паприка сладкий красный перец мы еще взяли шафран обязательно тоже в настоящую паэлью в шафран добавляется соль 3 2 в основном идет бомба именно сорт бомба естественно морепродукты у нас есть каракатица морская кальмары креветки мидии рыба ну то есть да все самое любимое можно добавлять и это ну как бы по или где-то но на два раза нам будет то есть на 10 человек да за и принеси лопаточку деревянному же хорошую подкну можно посмотрите на это на под шкребочек и полотна вот какая лопатка как раз стряхивая там еще будет на море и полотенце должна была быть на 6 человек но обычно в ресторане такой двоих на двоих подают это очень это очень мало это если топов то как закуска по или то как раз на 6 человек в принципе хватит вот свежих овощей был приятный аромат на костре будет жарить вообще я ни разу на костре по или не ела это водка стране можно по мангале на балконе только посмотрите на эту красоту теперь припустились подрумянилась подрумянилась теперь запускаем морепродукты запускаем живьем там такие горошек но мы в принципе горошек не кладем так как был в наборе у нас и он в конце и сейчас это все нужно быстренько перемешать ароматы жалко что еще не придумали такие камеры передавали аромат прибавляем паприку мы не солили солить потом когда там это не нужно садиться из ампулки достаем суперспецию шахман и томатный соус жареный томаты да можно помидоры нарезать мне нравится именно вот такой вариант с луком там похоже добавляем рис на сколько у нас здесь получилось теперь нужно это хорошенько пережарить с рисом буквально минутку перемешать до перемешиваем чтобы риск охватился чтоб он впитал все себя это не плов вот плов рис нельзя размешивать рис засыпал и залил водой а здесь нужно обязательно притомить рис обжарить его вместе вот с вот этими всеми ингредиентами до в чем отличие до в чем отличие что мы рис не единственное отличие от плова это то что мы перемешиваем до а так это тоже отличие от приготовления слушайте вообще можно сказать что тут единственное что словом вместе заливаем всю бульоном весь бульоном не понадобится здесь два литра нам где-то нужно полтора и теперь теперь лопаточка не перемешиваем а делаем следующее движение дай покажу не не сбрыгнется вот вот так вот осаживаем осаживаем да то есть уже не мешаем какашу-малашу а делаем такие движения затем мы вообще больше трогать не будем будем только двигать поельницу за ручку поэтому я говорила сразу эту ручку нужно в удобное место чтобы за нее можно было держаться вот перемешивать нельзя и для углей мне кажется вот вы купили идеальный вариант этой поельницы сковородка специальная она с толстым дном для того чтобы равномерно все обжаривалась прожаривалась но все ждем 15-20 минут и время от времени подергивая чтобы она не пригорела так не в ту сторону поставил наклон есть разница конечно что бульон смотри видишь переверни тогда все будет переверни их во ребят ну это на костре, что вы хотите? это наш первый опыт приготовила я первый раз на костре приготовила, все же, я тоже на плите из ресторана, конечно из духовки на костре я ни разу не готовила, а где бы я готовила? ну шишка папарацци пиелли у нас уже должна была настояться вау может она не настоялась, но все голодные вау выглядит она здорово очень очень сейчас будет все снимают фотка красотища какая в общем для всем приятного аппетита ну в общем мы попозже включимся если нет если не отключимся от вкусу ребята это что-то нечто это настолько вкусно что мы решили по второму кругу пойти и короче на ужин придется что-то придумать мы кстати вчера на ужин ели запеченную картошку с овощами это не на 12 это явно это вот на пятерых на шестерых на на шестерых но в испанском ресторане мне кажется закажешь на четверых я такую же принесу там не будет нас 12 человек такая но по-моему вот мы когда последний раз ходили в ресторан помните шестером где очень прям было много-много людей густая до данной по город какой-то был да да нам одно на четверых такой и вам чуть поменьше принесли на двоих с вами мы черную заказывали на мы с этим самаром заказывали очень получилось очень вкусно надо реально вкусно то что если у вас есть мангал то обязательно попробуйте приготовить не обязательно ты думаешь это единственное чего нет что ли это мангал их остановит если такой сковородки нет а я насколько я знаю ну не легко найти в других странах мне кажется можно обычном большом неглубоком казане сделать мой дом этот уличный казан для плова уличный казан для плова можно поэкспериментировать и попробовать сильно много надо понимать что не должен быть такой риса но на семейной кухне кстати был рецепт домашних условиях домашних условиях но именно находясь в россии готовили по идее нужно наверное сделать на костре в россии напишите в комментариях домашних условиях А второй? А второй давай большим математом Неси второй Ты даже эту таскать можешь? Ничего себе, она ж тяжелая, да отпусти ты ее Мне? Не, мне не надо, дай папе. На, деду дай Давай На, 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 дай деду Дай деду. А, ты заберешь у всех? А Ооо, ничего себе Какие классники по сандаличь, да? А ты щедрый? Да, не жадный, не жадный Последний свой сандал, да Давай вперед, да? Давай, пошли Пошли, пошли Пошли, пошли Пошли, пошли, ставим Вот, давай, вот так, все, пустые Пустые А мне что ты принес? Их! Ты что глазки трешь? Ты что мне поставил? Давай Ойй, ой particles У-у-а-ё-ё-ё-ё-о-ё-е-ё Та па, па па vive Па, д질 О ακорно 아닙ен А то, вышло На стол Та Stop Ты же потом еще Держи Забрал Еще ты Держи Держи Вот он мой сытый Сытый, чуть-чуть погуляем на улице Он перестал бояться бассейна Он сейчас прямиком в него бежит Смотри на него Смотри, смотри Мы, короче, с ним потрогали водичку И после этого он понял, что это водичка Там классно Смотри, одной рукой держится Может, у нас такой закат Вау Камера, к сожалению, это не передает А вот закат Красиво Ну закат какой Вообще У меня там камера еще стоит Его снимает Надеюсь, там красиво получится Вот так вот, Вань Ну, я не знаю, будет видно Вот так вот Смотри, прям Деревья Да, вот сейчас бы дрон поднять Ну, блин, не хочу травмировать наших соседей Нашу соседку Я уже завтра запущу Когда будем уезжать Завтра все-таки Да, но я когда буду на машине ехать Я запущу Ну, не здесь Я дальше Вообще красотища Такая вообще Не могу я Красота Спасибо за просмотр! Мы сидим в доме, потому что нам будет все холодно Ветер, дождь И мы играем в монополию Вот такая вот у меня недвижимость В чем интересная очень игра Да, пока мы не поругались Так что пока играем А там посмотрим Пока все хорошо Пока еще посуду не бьем Стаканы пока не летят с трубочками В льду Да, да, да Раз, два, три В общем, мы доиграли в монополию В итоге выиграл я У меня получилось Ну, мне повезло сегодня Вот столько у меня карточек Денег В общем, очень много всего И, кстати, мне получилось выиграть Имея всего лишь Вот эти три Карточки Кстати, я вначале у тебя купил одну Благодаря этому я начал строить Та дома Без домов этих И получилось, не знаю, очень выгодно И в итоге разрослось все И мне не везло И, короче, я выиграл Время у нас уже 12 часов ночи И, кстати Я вставлю обязательно комментарии Которые были верные В итоге на первом рисунке Был изображен танк Многие угадали Но на второй рисунке Был изображен бык И я читал комментарии Когда их было около тысячи Не больше И, мне кажется, на тот момент Было максимум три комментарии Которые угадали, что это бык Поэтому, ребят Напишу те, которые я нашел Первые, которые были два Я их обязательно, например, вставлю во влог Вот они сейчас высветятся Где-нибудь Где-нибудь вот тут А, ну, остальные Я думаю, уже нет смысла вставлять Потому что, ну Слишком много комментариев Было, кстати, очень весело Читать версии Я реально поржал Там был специальный танк у тебя Болотный Все догадались Там столько было версий с танков Вот с быком С быком люди помучались Реально Там Кстати, очень много версий было Что это корова Потому что я там нарисовал колокольчик Я не знаю, почему я нарисовал колокольчик Но это была подсказка Я сначала нарисовал без него Папа не угадал Я такой Колокольчик Он сразу догадается, что это бык Ну, короче Весело получилось Все Я сейчас буду монтировать влог И Надо будет это сейчас все сложить Увидимся с вами завтра, ребят И всем Пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok